Привет! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон. Я очень рад, что вы зашли сегодня ко мне. Сегодня просто сплетни из мира декоративной и уходовой косметики. И хочется поговорить немножко о новинках. Что нового, что интересного. Сделал такую небольшую реакцию. Что вообще происходит? Помады от Гуччи. 58 оттенков. Новая, новая вещь. Бомба, которая сейчас просто произвела гигантский фурор на западном рынке. Я такой человек, который полностью за все инновационное, за все интересное, за все классно, за все то, что провоцирует какие-то эмоции. Вот лично у меня пригласили для рекламы этой косметики Дэнни Миллер. Этой из серии, когда уже вообще нечего вот вытащить из рукава, ну нечем уже больше привлечь внимание к марке, начинаем идти в дурь. Шикарный универмаг Рина Шенте в центре Милана. Ты заходишь и везде красавица на красавице, киноактриса на киноактрисе. Одна топ-модель на другой топ-модели. Все рекламируют декоративные марки, люксовые косметики. И ты понимаешь, как все это немножко приелось. Но сейчас мы говорим о Гуччи и о Дэнни Миллер. Это панк-певица из Америки. Человек, скандал, человек с очень специфической внешностью. Я только за проявление чего-то оригинального. Я двумя руками за проявление необычного и то, что привлечет внимание. Но для меня это из серии, что вот уже судорые такие, чем же нам еще давать. А давайте пойдем от противного. Давайте продавать наши помады по 48 евро за штуку. И пускай у нас будет рекламировать человек с совершенно ужасной улыбкой. Не классической красоты человек. И объективно ужасная улыбка. Объективно ужасные губы, зубы и прочее. Давайте отступать от рыгалова и, исходя из этой точки, будем продавать наши помады по бешеной цене с лейблом Гуччи на футляре. Для меня это не судороги. Для меня это, ребят, где вы учились, там мы преподавали. Если вы думаете, что вы привлечете взрослую аудиторию, которая способна платить эти практически 50 евро за одну помаду, вы, я думаю, ошибаетесь. Никто из нас не пройдет и скажет, вы посмотрите на эту шикарную рекламу. Какое новое что-то. Это действительно свежий ветер в рекламной индустрии и преподноса нового продукта нам. Для меня было сложно смотреть, что делает Федис Лимон для Сен-Лоран. Но в итоге я действительно полюбил то, что он сделал, как он трансформировал Сен-Лоран в такую вот калифа... Сен-Лоран, да. Это Сен-Лоран. Во-первых, убрали Ив. Во-вторых, сделали из парижской, такой парижской, французской такой классики. Сделали солнечную Калифорнию. Да, я обожаю Сен-Лоран. Да, для меня это рок-н-ролл и это действительно классно. Они смогли мигрировать из французской классики, что такое классное, модное, хипстерское. Они смогли, они смогли это сделать. Я просто огромный фанат Сен-Лоран и огромный фанат того, что они смогли сделать. Здесь же я считаю, помада от Гуччи, ребят, ну окей, все, что есть на рынке, это все практически сейчас одно и то же. Вы знаете, за последнее время, за последний год я перепробовал кучу помад. И действительно, то, что мне снесло лично мне крышу, это была Бербери, которую мне давал пользоваться Андрей Петров в Париже 4 месяца назад. Вот это была гениальная вещь. По консистенции как мусс, лежит непонятно и эффект просто вау. Я не знаю, что Бербери сделали со своей помадой, но это был действительно кайф. Гуччи? Нет, мимо. Новый стойкий тональный флюид и консилер от Живенши за 4 тысячи рублей. Я не знаю, в какой момент люкс марки стали делать повально люкс косметику. Я никогда не знал косметику от Живенши. Все, что вот мне приходит в голову от люкс брендов, это ужасные четвертушки от Диор или такие же ужасные четвертушки запеченных теней от Шанель. Это все, что я вот так вспомнил, что-то вот из такого там 90-е и прочее, прочее. Что-то такое отголоски чего-то, да. Я никогда не знал, что они действительно делают какую-то шикарную косметику. Я в это не верю. И очередная революционная тональная основа от Живенши для меня нет. Я не за бюджет. Я не люблю бюджетную декоративную косметику. Но я считаю, что если порыться, то можно найти тот же Maybelline Fit Me, который замечательно работает. Может быть он не 24 часа и будет сидеть на вашей коже, но нет. Эта новинка не для меня. Сейчас такое пересыщение косметического рынка продуктами, что ты идешь, господи, Армани, Гуччи, Том Форд, Живенши, Шанель, Диор, да боже мой. И тут сверху еще только косметические бренды Urban Decay, Smashbox. Рынок настолько пресыщен декоративной косметике. Выбор настолько гигантский. Я не знаю, что можно сделать великолепного в тональной основе, чтобы действительно ею завлечь кого бы то ни было. Честно говоря, пользовался опять. Знаете, для меня единственная вот такая вот была дорваться до люкс косметики. Это была тональная основа от Ламер, Дашика и Лаприри. Вот я не помню, чем мне давал пользоваться Петров. Но действительно замечательная основа. Но, ребят, 130-140 евро за банку. Очень дорого. Стоит ли оно того? Я не знаю. Я знаю миллион девушек, которые вообще тональной основой не пользуются. Поэтому не знаю, не знаю. Скажите, что думаете про новинки люкс тональных основ. Не знаю я. Я скорее поверю консилеру от Джеффри Старр, который знает, что делает. Который туго знает свое дело. Ему не нужно продать штаны, башмаки, сумки, плащи и параллельно консилер. Он знает туго свое дело, поэтому делает один великолепный консилер и одну замечательную пудру. Живенши нет. Что мне показалось лично интересно вот из декоративной уходовой косметики, да, это ампульный концентрат для лица Ботокс Эффект. Я большой фанат Ботокс. Я использую Ботокс, наверное, последние пять лет. Я выгляжу хорошо для своих лет. И я не знаю, насколько здесь процент моего хорошего вида в том, что я более-менее регулярно пользуюсь Ботоксом. Последний раз я, наверное, пользовался Ботоксом месяцев восемь назад, но сейчас с моими переездами и всяким перетурбациям мне было не до этого. Но сейчас я опять возвращаюсь к Ботоксу и, скорее всего, на следующей неделе я сделаю себе очередную инъекцию. Я фанат Ботокса, поэтому для меня вот это показалось интересно. 5100 рублей. Мне сейчас даже интересно, сколько это будет в евро. 69 евро. То есть ровно 70 евро за ампульный концентрат для лица Ботокс Эффект. Ампулы с амбициозным названием Ботокс Эффект выпустила швейцарская марка Бирейн. Я не знаю, как вы, наверное, загадаете, новинка этой альтернативы инвазивным техникам коррекции морщин. В его составе водный раствор из шести аминокислот. Он-то и расслабляет мышцы, за счет чего мелкие мимические морщины разглаживаются, как после инъекции. Я не верю, что, используя сыворотку, можно получить эффект альтернативным инвазивным техникам коррекции морщин. Я не верю, иными словами для чайников, я не верю, что, намазав сыворотку на лицо, вы сможете получить эффект Ботокса. Это, скорее всего, будет что-то очень временное, скорее всего, скоро заканчивающее. Извиняюсь за придумывание новых замечательных русских слов, но русский язык тем и замечательный, что можно действительно быть креативным. Здесь нет эффекта, как питает кожу, восстанавливает кожу. Это альтернативный Ботоксу продукт. Для меня вы добавьте еще по два раза 70, и вы получите хорошую сессию Ботокса, понимаете? Которую вам действительно расслабит лицо, которая действительно будет работать и которая действительно омолодит вашу кожу. Я верю в Ботокс, не только в разглаживание морщин. Я верю, что при регулярном использовании Ботокса ваша кожа начинает светиться. При регулярном использовании Ботокса ваша кожа не просто разравнивается, потому что там сидит ботулин, но кожа действительно омолаживается. Я большой энтузиаст Ботокса. И для меня, когда я слышу 70 евро, то знаете, может быть за 20-ку я бы попробовал. А когда вы добавьте еще 70, и вы практически имеете сессию Ботокса, а смысл в этих 70, чтобы получить эффект Ботокса, не лучше ли пойти и сделать себе инъекцию Ботокса? Извиняюсь за тавтологию, но я просто не вижу смысла в подобном дорогом. Это очень дорого для что-то типа Ботокс. Для меня это очень дорого. Потому что это в принципе не очень дорого. Но когда ты можешь получить реальный Ботокс, который реально будет работать, который сделал один раз, и ты 4-5 месяцев ходишь с великолепным молодым неморщинистым лбом, Смысл платить 70 евро за ампулы? Не знаю, может быть я не прав. Эффект такой же, как от Ботокса. Они заявляют, что эффект такой же, как от Ботокса. Но мне будет интересно почитать обзоры. Мне будет интересно прочитать, как долго держится этот продукт, концентрат в коже. Даже не так. Как долго держится эффект от использования этого концентрата у вас на лице. Понимаете? Мне это очень интересно. Но я не верю. Нет, 70 евро. Нет, нет, нет. Я еще сэкономлю 70, еще 70. И у меня будет замечательная сессия у восхитительного косметолога, который сделает мне идеальное фарфоровое лицо. Напишите, что вы думаете по поводу этой новинки. Увлажняющий гель Mega Mushroom из коллекции Dr. Andrew Well. Для Origins. Вы знаете, я не совсем любитель Origins. У меня... Вы знаете, каждый раз ты приходишь, делаешь какую-то покупку. Каждый раз, когда ты делаешь что-то в косметическом кабинете, тебе дают целую кучу пробников от Origins. Я верю в их маски. Я люблю маски от Origins. Верю ли я в замечательный эффект увлажняющего геля Mega Mushroom от Origins? Большой вопрос. Основная причина видимых проблем с кожей. Например, возникновение покраснений кроется в воспалительном процессе. Нужно кожу успокаивать. Делать это поможет гриб Рейши. Его еще называют грибом бессмертия. Ох, слово за словом, который просто бьет точно в цель. Которое в традиционной китайской медицине используется в лечебных целях уже более 2000 лет. Именно этот ценный ингредиент и стал основой новинки. Созданный для комбинированной склонной к жирности и акне к коже. Гель помогает регулировать работу сальных желез. Вы знаете, по цене как... То есть для Origins это практически 65 евро за увлажняющий гель Mega Mushroom. Вы знаете, когда Origins ставит на сценник 65 евро, у меня возникает сразу... Знаете что? Я верю в дорогую уходовую косметику. И когда я не верю Origins в принципе, но когда я слышу ценник в 65 евро, не называйте меня поверхностным. Но я думаю... У меня здесь начинает небольшой вопрос. Может быть стоит зайти и попробовать пробник вот от этого? Хотя Origins, я говорю, я не фанат уходовой косметики. У меня есть вот этот вот апельсиновый увлажняющий гель, который купил здоровый батю 75 мл, который для меня... Но не работает он, понимаете? Ну не знаю. Попробовать может быть и стоит, потому что цена очень уж хорошая. Для Origins. Дорогая. Для Origins это дорого, я считаю. Интересно. Интересно попробовать пробник. И что я очень люблю. Я обожаю Estee Lauder. И здесь увлажняющий гель Sorbet Daywear за 4380 рублей. Он призван защищать от первых признаков старения, насыщать влагой на целых 72 часа. Ребят, я купил клиник, который увлажняет на 72 часа. 35 евро. То есть практически в половину того, что берет Estee Lauder. Я, насколько я знаю, Estee Lauder владеет клиник, да. Я не знаю, что у них за темы сейчас гелий Sorbet, 15 SPF. Мне нравится, что здесь 15 SPF и 72 часа увлажнения. Я не могу сказать, что у меня увлажнена кожа на 72 часа. И здесь говорится, что даже при умывании эффект остается. То есть нет такого, что вы нанесли крем и вам нужно не мыть лицо 72... Извиняюсь. Вам не нужно мыть лицо 72 часа и вы все равно будете увлажнены. Нет. Здесь говорится, что настолько уникальная технология, что вы моете лицо. И у вас все равно остается увлажненное лицо изнутри. Не знаю. Вы знаете, скоро будет 175 часов увлажнения с одной помазки. И для меня это уже начинается, блин. Ну реально. Ну неужели 72 часа? Ну неужели настолько увлажняет кожу? Не знаю. Но Estee Lauder я верю. Я гигантский фанат. Гигантский фанат. Мой один из самых любимых продуктов от Estee Lauder это Advanced Night Repair. Стоит 72 евро. 79 евро. Не помню, я покупал в такси. Все, я покупаю в такси. Больше бутылки, больше объема. Бла-бла-бла. Верю в этот продукт. Поэтому, когда я вижу Estee Lauder, для меня это фирма, компания. Зарекомендовавшая себя. В моих глазах. В моих глазах. Может быть вы и не согласны. Поэтому от Estee Lauder, может быть и стоит попробовать. Потому что ценник в 65 евро, может быть и не так дорого для Estee Lauder. И дневной флюид мгновенного сияния кожи от Lumine. Я не знаю Lumine очень хорошо. Однажды я ехал на пароме из Хельсинки в Таллин. И я взял по скидке две банки Lumine тональной основы. По полцены. Это было в корзинке для по полцены. И для меня это было одно из редких случаев, когда мне делали комплименты на хорошую тональную основу. Я не знаю ничего про Lumine. Но мгновенное сияние кожи. 1400 рублей для Lumine вполне может быть. Может быть даже стоит попробовать. Пробежали по новинкам косметики. Я люблю понедельничные свои видосы про уходовую и декоративную косметику. Где мы обсуждаем, рассуждаем. Вы знаете, чем хорошо? Да, слюдно. Когда мы обсуждаем и рассуждаем о уходовой и декоративной косметике. Знаете почему? Очень многие из вас говорят. А для меня это работает. И вот почему. И вот моя рутина. А вот попробуй вот этот гель. И вот так это работает. А попробуй вот этот флюид. И он для меня тоже работает. Или вот это избегай вот этой марки. Понимаете? Я очень люблю, как активны вы. Потому что я постоянно в поиске хорошей уходовой косметики. Здесь мы немножко поговорили о декоративке. Но тем не менее, уходовое наше все. Потому что эту красоту нужно беречь. Чем дольше, тем лучше. Напишите, что вы думаете по поводу этих новинок. Что вас заинтересовало и какие новинки заинтересовали вас в принципе. О которых я не успел поговорить. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое, что смотрите. Я вас искренне всех очень сильно люблю. Увидимся завтра. Всем в хорошем настроении. Подписывайтесь на мой влоговый канал. Который потихоньку сваливается в канал сплетен и слухов. Пробуем новые форматы. Всем пока.